Всем большой привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Меня зовут Оксана и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодняшнее видео по традиции будет посвящено Second Hand. Я вам покажу, что купила для своего магазинчика в Instagram. Внизу под видео ссылка на магазинчик, мои параметры, все замеры, все ценные по вещам. Все, что может быть вам интересно, вы найдете внизу в инфобоксе. Проходите, смотрите. Подписывайтесь на мой Instagram, подписывайтесь на мой YouTube. Будем с вами дружить. Ну а мы не будем затягивать и давайте начнем. И первое, с чего я хочу начать, это с такого потрясающе красивого платья, 100% шелка, платья комбинации. Я знаю, что многие не очень любят платья комбинации, понимаю почему, потому что они имеют свойство подчеркивать несовершенство фигуры и подходят только идеальным фигурам, высоким девушкам, стройным. У меня не такая фигура, поэтому я спасаюсь тем, что подобные платья замечательно стилизуются с чем угодно. Косухи, джинсовки, тренчи, свитер, водолазки, на майку, на рубашку, с кардиганами. Чем угодно замечательно стилизуются, потому что такие платья это своего рода грань легкомыслия и элегантности. В нашем случае такое буйство красок, цветочный принт чередуется с геометрией, и это очень здорово, потому что геометрия не горизонтальная, которая может резать фигуру, а вот такие вот косые линии, которые наоборот будут скрывать какие-то недостатки нашей фигуры. Вот так вот вам покажу, чтобы было видно. За счет своего принта, за счет ярких красок, замечательно стилизуются с каждым цветом. Такой волнующий, интригующий образ. И впервые подобный стиль появился в эпоху арт-деко, но в 90-е годы его возродили Жан-Поль Готье и Келлин Кляйн. И сейчас, в наши дни и в ближайшем будущем эти платья будут также на пике популярности, они не сбавляют обороты свои, и это правильно, потому что это вещь на века. Следующая вещь это такая нюдовая блуза с разноцветными мелкими звездочками от бренда Mason Scotch, многим известный бренд как Scotch & Soda. Это голландский бренд, в данном случае у нас блуза и 100% вискозы, такое хорошее сочетание уличного стиля и классики. И мне нравятся в данном случае, конечно, детали, где-то здесь я увидела, вот на срезе, вот видите, так выглядывает надпись Made with Love. Указан размер 4, но девчонки все замеры, как обычно, внизу в инфобоксе. Вот такая вот рубашка не оставила меня равнодушно. Это бренд Lady Escott, если я правильно произношу. Я впервые встретилась с этим брендом, до сих пор он мне не попадался, но мне понравилась эта рубашка тем, что это 100% лен и тем, что она абсолютно новая. Ну, я в каждом видео пою одни просто и буду продолжать петь, особенно для тех, кто живет в жарких городах, это просто незаменимая ткань. Просто один раз наденьте, походите, буквально 5 минут и поймите, что для лета лучше ткани нельзя просто придумать. Ну, разве что еще раме может быть. В данном случае вот такая вот рубашка. Фактура льна, видна отчетливо. По размеру 44-46. Здесь нет никаких ни карманов, ничего. Простая, лаконичная, базовая рубашка. Простая, лаконичная, базовая рубашка. Девчонки, касательно этого платья, я даже не знаю, что с ним делать, потому что, признаться честно, я его приобрела по заказу девочки, подписчицы, которая хотела именно красное платье с цветочным принтом, с такими рюшиками. И пересматривая свой директ в инстаграме, я поняла, что я просто ее не найду, потому что заказов все больше и больше, и я уже начинаю путаться. Поэтому, девочка, кто у меня заказывала, отзовитесь, либо оно пойдет в общую продажу. Платье от бренда Pimki, с имитацией запаха, но оно не на запах, а только верхней части оформлено вот такими вот рюшиками. Pimki это молодежный французский бренд для любительниц рюш и оборок, подобное платье, таких кокеток. И здесь всевозможные цветочки на красном фоне, мелкие, покрупнее. Показы почти всех дизайнеров в этом году, да и в прошлом, пестрили цветочным принтом, и это просто замечательно, потому что цветочки это очень нежно, очень мило, очень кокетливо, так по-летнему. Стегивается оно сбоку на молнии, стопроцентная вискоза и размер 42-44. Идем дальше. Юбка-плиссе длины миди от бренда Gary Weber или Gary Weber, кто как называет, напишите правильно как, потому что я до сих пор не знаю. Очень нравится мне этот бренд своим качеством. В данном случае юбка-плиссе это то же самое, что и платье-комбинация, наймиксуемая вещь, которую можно было бы придумать вообще. И сейчас она также очень популярна. У нас сочетание трех цветов белого, серого и розового. И, конечно, плиссе придумали те, кто не любят гладить, однозначно. И это как раз тот случай, когда, не зная, что надеть, долго не готовилась к выходу, просто взяла, надела, побежала, и выглядишь вроде как немного небрежно, но в то же время стильно. Бирка с составом срезана, размер 42-44, есть шлевки для пояса. Следующая вещь это такие потрясающе красивые изумрудные брюки из 100% льна. Ну, очень люблю этот цвет, он имеет какую-то особую притягательность, магнетизм какой-то, очень богатый, роскошно смотрится. Я даже не знаю, что буду делать и чем его заменять, когда он выйдет из моды. Пока он позиции не сдает, будем им наслаждаться. В данном случае это такая более повседневная стрит-стайл, я бы сказала, модель. С двумя косыми карманами, как я сказала, из 100% льна, на резинке можно затянуть. Бренд здесь срезан, и по всей видимости они новые, потому что следов носки нет. Мне кажется, что-то подобное я видела совсем недавно в Заре, хотя, может, я ошибаюсь. Сзади тоже карманов нет. Казалось бы, простые, лаконичные, но цвет, конечно, цвет потрясный. И он подходит абсолютно всем, не зависимо от возраста, цвета волос, цвета кожи. Немного льна в моем видео, вот такая вот рубашка из 100% льна. И у нее такой пояс здесь пришит, он длиннющий, можно обмотаться вот с обеих сторон, как халатного типа. Можно обмотаться, наверное, несколько раз. Этим меня ей подкупила данная рубашка, помимо того, что это 100% лен. Девчонки, я даже не знаю, как прочитать бренд, потому что это какие-то иероглифы. Подскажите мне, кто знает, кто встречал когда-либо этот бренд. Такое впечатление, что написано задом наперед. Указано, что сделано в Брюсселе. И мне понравилось то, что эта рубашка халат. И понравился, конечно, цвет, такой красивый, немного припыленный. Фактура льна также видна отчетливо. Это очень стильная вещица. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая вещь это такая юбка длины миди. От бренда Marimero. Это бельгийский бренд. Размер 36-38. Юбка Гаде сложного кроя. Сейчас сложные юбки на пике популярности. Здесь еще какие-то штучки такие. Бусины под жемчуг. Также сейчас очень актуально. Застегивается сзади на потайную молнию. Но, конечно, вот эти цвета. Желтый, серый и белый. Очень красиво смотрятся. Также цветочный принт. Не четкий цветочный принт. Но очень мне понравилось. Я себе вижу, у меня есть желтые лодочки. Замечательно будут смотреться. Либо с какими-то простыми кедами. Белый. Чудесный вариант на лето. По составу 72% хлопка, 28% шелка. Еще одна юбка привлекла мое внимание. Вот такая. Я бы сказала, что она в морском стиле. От бренда Кампус. Мне не знаком этот бренд. Размер S. Она хлопковая, тоненькая. Здесь спереди пуговицы. Мне понравилось, что они деревянные. Очень такие интересные пуговички. Есть два накладных кармана. Они пришиты в косую. Есть еще шлевки для ремня. И какие-то мелкие детальки. Следующая вещь это такая блуза от Massimo Dutti. Все знают этот бренд. Я его очень люблю. У меня много вещей от этого бренда. Несмотря на то, что это middle сегмент. Девчонки. Я недавно была в их бутиках. Они оформлены как люксовые. Я очень впечатлилась. Стопроцентная вискоза. И по стилю бренд Massimo Dutti резко отличается от других брендов Inditex. Потому что в отличие, к примеру, от Zara, Stradivarius, Abershki, которые преследуют более такой молодежный, я бы даже сказала, студенческий стиль, то Massimo Dutti это все-таки более элегантный, более такой собранный, более благородный что ли. И, конечно же, их неповторимый стиль элегантности с нотками брутальности. Неудивительно, потому что изначально это был мужской бренд, потом переквалифицировался. И очень замечательно они вписывают в свои образы мужские фасоны. Наша блуза, я не знаю, как правильно назвать этот крой, но она похожа на А-силуэт. Она расклешенная к низу. Вот видно вам или нет. Сейчас посмотрим на примерки. Такого плана блуза, мне кажется, замечательно будет скрывать недостатки фигуры, если есть небольшой где-то животик. Вот такие вот эспадрильи. Девчонки очень мне понравились тем, что они, во-первых, яркие, летние, сочные. Во-вторых, то, что эспадрильи это одна из самых актуальных моделей обуви на лето. И, в-третьих, конечно, то, что здесь такая дышащая подошва, вот видите, из джутовой веревки, переплетенные. Также и внутри. Они, конечно, вряд ли выдержат больше, чем один сезон. Но, тем не менее, замечательная замена балеткам. Здесь еще носик так оформлен. Классические эспадрильи, ничего такого сверхъестественного. Такая органика-органика. Размер указан 38. Стельку я подпишу. Как вы видите, они абсолютно новые. Указано, что сделаны они в Испании. Это было все, что я хотела вам показать на сегодня. Если мое видео вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Потому что совсем скоро выйдет видео по вашим заявкам про вещи, которые я недавно купила для себя. Также я готовлю видео «Хочу-могу. Люкс против секонд-хенда». В общем, впереди очень много интересного. Не пропустите. Ну, а я благодарю вас за просмотр. Целую вас и люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»